Здравствуйте, это канал Передел ГТВ, я Андрей Довгопол. Сегодня займемся любимым делом 90% дачников. Соорудим пристройку. Наши герои купили уже готовый дом и очень-очень хотели террасу. Мы их мечту воплотим в жизнь и сделаем огромную, очень большую террасу. Кроме того, в этом выпуске вы узнаете, что общего между мостом и верандой, почему не стоит бояться грунтовых вод, а также как выбрать отделку фасады и не сойти с ума. Если вам понравится это видео, поставьте лайк, нам будет приятно. А мы начинаем. Четыре года назад Алла и Сергей Чарушины переехали из Перми в Москву. За карьерными перспективами и за столичными возможностями для детей Саввы и Сары. Сначала скитались по съемным квартирам, а потом купили дом с пожарным прудом на участке. В нем даже рыбы ловятся. Только закидываешь, сразу она клюет и вылавливаешь. И восторг, счастье. Ого! Ничего себе! Предыдущий хозяин надстраивал дом частями. В итоге внушительная часть участка вместе с действующим колодцем оказалась под свесом второго этажа. Дачный ответ вместе с дизайнером Анастасией Топоевой взялся обустроить это пространство. Колодец останется на своем месте, но станет незаметным. Зато вокруг на пристроенной нами террасе будет много всего интересного. И гриль, и шезлонги, и стол, закопанный в землю совершенно по-японски. Ну это же просто гигантская терраса на самом деле получается. Это зона отдыха с разными функциями. Она должна быть большой для того, чтобы чувствовать себя свободно. Чтобы отдых на террасе не омрачался тревогами о ее надежности, сооружаем прочную базу из винтовых свай. Их заглубили ниже уровня промерзания. Сверху обвязка из стальных швеллеров. Конструкция выглядит основательно. Они у нас стоят на грунте, который ни при каком основании не будет проморожен. Проблем с тем, что ее будет деформировать, не будет. По первичным признакам, как можно понять, что у нас есть вообще эти грунтовые воды? Грунтовые воды есть всегда. Так называемая верховодка. А как понять, да, вообще грунтовые воды? Тем более, что вы, собственно, приобретаете, например, участок, вообще ничего не знаете. Еще вот участок, вот он, да. Тем более, как сейчас, часто, грубо говоря, в чистом поле продают участки. И никаких озер и речек нет рядом. Ну, какой-нибудь водоемчик может найтись рядом. А водоем всегда, вот зеркало воды водоему, оно примерно сообщает вам тот уровень, постоянный уровень грунтовых вод, который есть на территории. Проще говоря, так резюмирует. То есть мы подходим к водоему, смотрим, где находится вода, и примерно на вот этом же загрублении у нас вода под землей. Да, но эта вода, это не означает, что там озеро стоит такое, да, но это означает, что на этой глубине идет циркуляция грунтовых вод. Точно показать на колодце, потому что если у вас где-то есть рядом колодцы, в которые вы сможете заглянуть, да, канализационные колодцы или дренажные колодцы, и вы увидите там воду на определенном уровне, то вы тоже сможете отметить для себя, да, что, скорее всего, это тот постоянный уровень воды. Следующий шаг – возведение каркаса из металлических элементов. Проходимся краской для защиты металла. Одна половина белая, другая черная. Над фасадом дома в зоне строительства тоже поработали. Заменили дверь и окно. Утеплили свес. Зашили все ориентированно стружечными плитами и укутали это пространство в насыщенный графитовый цвет. Террасы-конструкция не слишком тяжелые. Большая усадка им не грозит. Но нашу мы не стали крепить непосредственно к дому. А если вы хотите объединить новое сооружение со старым, помните о мерах предосторожности. Если человек пристраивает легкую террасу, легкую веранду, не обладая какими-то профессиональными знаниями, то лучше не привязывать. Я бы рекомендовал его привязать подвижно. В стремлении соединить уже готовое сооружение и сооружение, которое вы только построили, но соединить его жестко, неминуемо приведет к тому, что возникнет просто трещина, с которой очень тяжело бороться. Поэтому вам нужно подвижное, эластичное, герметичное, самое главное, соединение. Это может быть похоже на петлю, это может быть похоже на какой-то паз-гребень. Здание уже стоит какое-то время, да, даву осадку. Новая конструкция только сделана, и, естественно, какие-то несущественные подвижки, да, но вот они будут. Чем тяжелее конструкция, тем более основательную, как бы, осадку они дают. Чем легче, тем меньше. Даже есть очень интересные примеры, когда дома не такого размера, да, ну, вот, а дома, там, например, там, два-три этажа, да, ну, вот, большие, бетонные. Одно уже давно стоит, а другое, собственно, другое только пристраивается. И тогда даже делается специальный расчет, который задает вот эту осадку. То есть это тоже, это просчитываемый параметр, да. То есть к моменту, когда дом будет построен и полностью нагружен уже всеми стяжками, конструкционными отделочными материалами, то он должен сесть контролируемо на, там, три с половиной сантиметра, например, относительно, как бы, дома, который уже сделал. И тогда, собственно, полы сойдутся, да, ну, вот, и тогда уже ничего не нужно будет делать. Ну, это уже область, как бы, точных наук и точных расчетов. От точных расчетов переходим к практике. Деревянные элементы конструкции защищаем антисептической тонирующей пропиткой. Темными брусками обшиваем пространство под свесом. На крыше заплетаем светлую паутину. Более плотный участок даст тень, где можно будет спрятаться от солнца. На участке появились два младших брата хозяйского колодца, будущие клумбы. А сам колодец прячем в клетке. Это сварной металлический каркас кухонного острова. Террасу застилаем декингом, террасной доской из древесно-полимерного композита. Материал очень прочный, не боится ни осадков, ни перепадов температур. Подиум получился двухуровневый и трехцветный. Существующий светлый фасад вполне с ним гармонирует. Кухонный остров накрываем столешницей из закаленного стекла с керамической печатью. Мойка уже встроена, смеситель будет подавать воду прямо из колодца. Ну, конечно, столешница впечатляет, да? Согласна. Во-первых, впечатляет ее размер. То есть это 5 метров на полтора метра. То есть 5 в длину, полтора в ширину. Да. Впечатляет то, что это аудор, то есть это уличная история. То есть не нужно убирать на зиму, то есть она не растрескается, да? Нет, нет. Выдерживает перепад температуры. Она выдерживает большой перепад температур. Она выдерживает удары чуть ли не молотком. К тому же это керамическая печать, и она со временем не облезет, с ней ничего не произойдет. Она как бы запекается внутри столешницы. Мне нравится, что ведь сам круг, вот этот размер круга, нам задал колодец, вот тот, который там был. Там еще есть крышка, мы можем залезть туда и проверить, как работает. То есть это полностью функциональная вещь. И тем более, тут же и готовить будут. От того, что если мы прямо здесь разложим там тесто катать, еще что-то... Это только лучше. Это только лучше, гигиеничнее. Да, она не пористая, она как бы из этим еще как бы имитирует мрамор. Выглядит красиво, симпатично. Пятен не остается. Так что впереди еще много интересного. Если вам понравилась эта информация, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну а мы продолжаем. Погружаем в колодец насосную станцию. Рядом с кухонным островом организуем обеденную зону. Из-за того, что она под низкой крышей, стол вкопали в землю, как часто делают японцы. Рядом с террасой расстелили газон. У розеток и выключателей есть пыли и влагозащита, ведь мы на улице. Освещать пространство будут диодная лента, прожекторы и шары-подвесы. В бетонные кольца высаживаем отчиток видный. Этот многолетник не требует особого ухода. Между клумбами протянулась реечная лавка. К острову причалили стулья-паутинки. На террасе вальяжно раскинулись шезлонги из искусственного ротанга. Компаньоны стола, мягкие сидушки. Сервировка в черной-белой гамме, но есть и яркое солнечное пятно. Зона отдыха получилось действительно грандиозной. Сервировка в черной-белой гамме, но есть и яркое солнечное пятно. Сервировка в черной-белой гамме, колодец, наверное. Ну, в общем, да. Мы вот так закрыли, нас крутился. Видите, вот там. Вот он, ваш колодец. Теперь он стал красивым, наконец-то. А это что-то? А это такой супер-гриль. Открывай. Обалдеть. Давай, крилы, жисть. Вау. Вот чтобы так отдыхать, загорать. Посмотрите, какой формы крыши у вас. Вот эта вот. Видите, интересная. Ощущение какого-то кайфа. Работа колоссальная проделана. Мы просто низкий поклон. Отсылает нас, знаете, в такой морской курорт, когда барная стойка, там кто-то что-то жарит, ты лежишь, и просто кайф невероятный. Мы получили даже больше, чем ожидали. Это просто вообще невероятно. Мясны сбываются. Спасибо дачному ответу. Новая терраса, как мне кажется, невероятно преобразила дом. Атмосфера стала просто волшебной. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Если так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok